Сам же Дерипаска остался под санкциями, его активы заморожены, и в такой ситуации ему стоило бы присмотреться к другим активам, например, наборам Лего. Исследователи высшей школы экономики посчитали, что такое вложение может быть выгоднее инвестицией в золото и облигации. В среднем пластиковые кубики приносят 11% в год. Как же заработать на конструкторе, узнал Дмитрий Тарасов. История Лего насчитывает 60 лет. Долгое время к конструктору относились исключительно как к игрушке. Совсем недавно оценили его инвестиционный потенциал. Оказалось, что один набор может приносить большие и совсем не игрушечные деньги. 613% годовых – это прибыль только с одного Лего-набора Star Wars. В магазине его купили за 4 доллара, а через год продали на eBay за 28,5. Это показатель максимальной, однако и средней значения доходности Лего превосходят дивиденды по акциям крупных компаний. Доходность американского рынка в целом была 12% годовых. Это в среднем. Лего показала 11% годовых. Но это мы берем доходность американского рынка, в который включены как крупные, так и мелкие компании. Когда мы поделим на подгруппы, то мы увидим, что из этих 12% годовых большая доходность существенно у мелких компаний, и у крупных компаний доходность стандартно примерно 5-6% годовых. Наибольшую доходность показывают наборы, посвященные фильмам и играм, например, Star Wars, Batman и Minecraft. Минимальная цена в рознице – 1000 рублей, но может доходить и до 60. Редкими и ценными в Лего является серия Лего Архитектура, серия Лего Айдиас и 10-я серия. 10-я серия представлена у нас широким ассортиментом. Сюда входят и большие здания, и архитектурные сооружения, ну и ретро-автомобили. Каждый инвестор должен помнить, дорожают только нераспакованные конструкторы. Поэтому покупка одного набора ребенку, а второго такого же на продажу – ситуация нередкая. Он может взять и 10, и 15 за раз. То есть такое тоже было у нас. Но чаще всего за конкретным набором. Потому что если это коллекционер, то он уже знает, что ему нужно. Они даже не задают вопросов, сколько количество деталей, или какое количество мини-фигурок. Они все это уже знают. Они просто подходят, берут коробку и идут на кассу. В цене как отдельные наборы, так и мини-фигурки. Например, каждый коллекционер гонится за мистером Голдом. Онлайн-торговцы просят за него до 300 тысяч рублей. Однако высокая доходность конструктора не впечатляет аналитиков. Они уверены – вложение в игрушечные кубики – вопрос удачи, а не инвестиций. Скорее всего, купив сейчас наугад 50 наборов, вы просто останетесь с 50 наборами. Вот и все. Это тот случай, когда выстреливают какие-то отдельные разовые покупки. Но просчитать заранее, что именно принесет вам прибыль, невозможно. В отличие от того же рынка акций, драгоценных металлов, сырьевых рынков, валют и так далее. Но если инвестиция себя не оправдает, по крайней мере, вам будет чем заняться вечером. Или чем занять ваших детей. Дмитрий Тарасов, Сергей Кочергин, Сергей Улитин, Анна Воробьева, телеканал Санкт-Петербург.